Возвращаемся в студию микрофона Михаила Хазина. Нужно сказать несколько слов, прежде чем переходить к следующему вопросу по поводу реформы Урана. Я считаю, что это тотальное вредительство, и смысл его очень простой. Либерал-реформаторам их хлебом не кормить, дай только что-нибудь прихватизировать. Собственностью у Академии колоссальное количество, и вот сама мысль, что у них, может быть, мало времени осталось, и еще такой кусок не приватизирован, вызывает у них просто вот такое бешенство. Что очень хорошо, кстати, видно по Ливанову, который просто у него из каждой дырки у него на лице брызжет ненависть в отношении Академии наук. Так что мы видим совершенно классический пример такого пароксизма либеральной тяги к воровству. Сама мысль, что удастся приватизировать столько денег, вызывает у них приступ энтузиазма. Я считаю, что нельзя допустить реализации этой реформы. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Евгений. Вот Медведев заявил, что ученые должны заниматься наукой, а не управлением имуществом, вопросами ЖКХ. А почему тогда остальные граждане должны заниматься вопросами ЖКХ? Да. Ну вот, это реформический вопрос. И второй вопрос. Кто-нибудь подсчитывал убытки от приватизации? Нет, никто не подсчитывал. То есть, может быть, и подсчитывали, но как бы неофициально. Но это, я думаю, что триллионы долларов. А что касается управления имуществом, то нужно понимать, что любой ученый, даже если он свою, как бы, если он, в общем, небольшого ума человека, просто бы в рамках системы планомерно делал карьеру, все равно рассматривает мир, вот, и в том числе все это имущество с точки зрения интересов системы в целом научной. То есть, он не будет уничтожать эту систему. А наши прихватизаторы, они уничтожители. У них, как бы, дополнительным фактором, от которого они получают искреннее удовольствие, является то, что приватизированный объект исчезает. Ну, послушайте Коха, да, вот этот идеальный совершенно человек, который испытывает лютую ненависть ко всему, что есть на этой земле. И он, видимо, просто счастлив от того, что все то, чего касалось его рука, уничтожено. Вот так и тут. А это, соответственно, полное желание, вот, как бы, вот мы сейчас возьмем эти институты, ага, они работают неэффективно, как мы видим, как Ливанов большой специалист по неэффективности. Сейчас мы их, соответственно, все прихватизируем, 20 институтов соберем в маленькое помещение, где 20 комнат, и пускай себе, они эффективно работают. А то, что при этом будет все уничтожено, ну и слава богу, это же хорошо, это же замечательно. Не будет этих уродов. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Михаил, меня зовут Татьяна. Расскажите, пожалуйста, какую глупость еще надо совершить Медведеву, чтобы его лишили поста премьера? Не знаю. Переименование милиции в полицию, летнее время. И так, расширение Москвы, что еще нужно ему сделать для того, чтобы его убрали? Не знаю, мне сложно сказать. Дмитрий Анатольевич, конечно, себя продемонстрировал выдающимся стратегом и мыслителем. Я даже, я говорю, что я не знаю, что он еще должен сделать, чтобы, наконец, мы испытали чувство облегчения от его ухода. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. По Академии наук я могу высказать мнение свое? Да, конечно. Значит, с экономической точки зрения все понятно, сказать, рейдерский захват, все. Но вот то, что они уничтожают, они, по-моему, все-таки не понимают, что эта система работать не будет под их управлением. Потому что фундаментальная наука работает совершенно по-другому по отношению к прикладной. Прикладную науку правительство 90-х газов уничтожило напрочь, а теперь нынешнее правительство предъявляет фундаментальной науке претензии, что они ничего не вынедряют. Это перекладывание своей ответственности на них. Фундаментальная наука идет с древнейших времен. Учитель и ученики. Именно поэтому она удержалась в 90-х годах, когда рухнули прикладные. Вот сейчас они просто перетащат, заберут учеников под свое руководство. Ученики не будут под ними работать. Во-первых, они не знают прикладные вещи, они железо не смогут делать. Это не их обязанность, не их специальность. Специалисты по взаимодействиям, условно говоря, с нейтона, с протонами, не будут им конструкции скручивать, экономически получать прибыль. Они этого не понимают. Они уничтожат то, что было именно 300 лет назад создано, а не в 40-х годах. В 40-х, 30-х была изменена просто форма, но того же состояния. Осталась система ученика, это учитель и ученик. Вы говорите все правильно. Есть только одна проблема. Их не волнует наука. Их волнует прибыль от приватизации. Причем та ее часть, которая упадет к ним в карманы. Первое. И второе. Им очень хочется посмотреть, как все это рассыпется, и как эти гады-академики, которые позволяют себе их критиковать, будут голодными ходить по улицам. Ну, академики голодными ходить не будут, а младшие научные сотрудники будут. И это наполняет их душу радостью. Нужно в этом отдать себе отчет. Здравствуйте. Слушаюсь. Добрый день, Александр Воронеж. Я хотел бы все это слушать не только по поводу разрушения академии, но вообще весь процесс. Неужели вот высшие руководители разделить страха за их будущее, в том числе своих детей, и деньги вот эти. Ведь денег уже там немерено, и даже думать нечем, чтобы там кто-то их перебил. А академию Петр Первый создавал. Не боится Ливанов, что его вообще гениталия оборвать. Еще раз повторяю, его это не волнует. Не волнует. Он точно знает, что он сейчас заработает денежек на своем посту. А если будет приватизация сильно больше денежек, и уедет куда-нибудь в Европу. И будет у него счастье. И он точно знает, что ему за это ничего не будет. Вот в чем вся проблема. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Во-первых, у Ливанова в своем институте, это уже какой-то филиал Гарри Чубайсовского нанотехнологического учреждения. То есть он уже полностью сломал науку и даже практическую в том учреждении, которым он занимался. На этом наше время истекло. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова